Всем привет! Хочу сегодня показать вам прекрасную розу. Это Леонардо да Винчи. Ну, в принципе, я никогда не слышала в своей жизни, хотя розами занимаюсь не так давно, никогда не слышала отрицательных отзывов об этой розе. Это сорт старый, 93-го года, но до сих пор очень популярный. И на самом деле, эта роза шикарно, великолепна. Цветет она обильно, нарастает хорошо, практически не болеет. Единственный минус, я бы сказала, в этой розе это отсутствие запаха. Но так как цветок она свой держит практически месяц, я бы простила ей отсутствие аромата. Кустик заявлен до метра 100, да, метр 10 сантиметров, 110 сантиметров. Но очень многие говорят, что в жарком климате он вырастает просто гигантский. У меня вот он третий год. В принципе, я даже скажу, что, наверное, метр, хотя он до сих пор пускает побеги. И очень, ну, вот такие длинные удочки в этом году, как-то странно, обычно он пушистый. Но цветов просто очень много. Это вообще, как бы, ну, я очень довольна. Я не думаю, что кто-то разочаруется в этой розе. Цветок держит очень долго, как я сказала, около месяца. Иногда даже бывает уже надоело, уже хочется срезать, чтобы пошли новые цветы. Ну, вот такая вот роза. Очень красивая. Ну, вот кому понравилось, рекомендую. Всем привет. Продолжаю рассказывать о Леонардо да Винчи. Теперь я хочу вам показать, как она выглядит на штамбе. На штамбе она у меня моложе. Ей всего второй год. Но вот мне кажется, что на штамбе она смотрится еще лучше. Очень хорошо наросла. Вот только второй годик. То есть это ее, в принципе, по идее третье цветение. Вот издалека она смотрится вот так. Очень много побегов. Цветы я ее хотела, на самом деле, немножко попозже показать, когда откроется хотя бы половина бутонов. Потому что это даже не половина то, что сейчас цветет. Потому что целые кисти, целые кисти еще не открывшихся цветов. Но на штамбе, да, я бы, наверное, хотела бы сказать вам, что это must have в своем саду. Ну, вот такая красота. Все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.